Жили-были, не тужили три друга, три товарища. Пёсик, Барбосик и Палкашка-Веселяшка. И однажды вечером решили они снова встретиться и повеселиться. «Чем занимаетесь?» – спрашивает Палкашка у друзей. Пёсик отвечает, «Ой, я сегодня сладостей объелся. Чем-чем? Теперь аж не могу. Животик болит». Палкашка ему отвечает, «Так ты возьми попрыгай на одной ножке, на другой ножке, и всё у тебя пройдёт». «А я сегодня, знаете ли, футбол играл. Десять голов забил», – говорит Палкашка. «В футбол играл. Ой, так мне нравится спортом заниматься». А Пёсик, Барбосик отвечает им, «А я сегодня, ребята, в лес ходил на охоту. И представляете, зайца поймал». «Да ну!» – отвечают ему друзья. «И где же твоя добыча?» – «Где, где?» – «Там за ёлочкой спрятался». «Зайка его зовут. Подружился я с ним. И теперь он стал тоже моим другом». «Как вы на это смотрите? Можно я его позову?» – «Конечно, зови!» – «Зая!» – кричат. «Зая!» – «Иди к нам!» «Зайка припрыгал и стал вместе с ними». «Здравствуйте, ребята! Можно я тоже с вами буду дружить?» «Я зайка. Люблю морковку, капусту и яблочки люблю». «Вот!» «Конечно, можно. Тут раздаётся звук машины по тормозам». «А это ещё кто такая на нашу полянку приехала?» – спрашивают друзья. «Ой, девчонка какая-то приехала!» «Да, это моя соседка Доля», – отвечает полкашка. Доля говорит, «Привет, мальчики! Можно я тоже с вами буду дружить?» «Можно, если Даш на машине прокатиться». «Хорошо, я не жадная». «И стали они дружить все вместе». Подпишитесь на наш канал и узнайте продолжение этой истории. «И Sheila тебя handsи» «Омен я узнайте это!». Дération, где бы я вообще совсем. И в смысле я ценюowку нетывает. «Конечно, пойдёмте быстро».